Также, братья, в этой суре упоминание крови не обусловлено. Сказано хурим от алейкум аль майтату в аддаму. Вам запрещены мертвичины и кровь. И мы понимаем, Барак Луфикум, что здесь подразумевается любая кровь. Однако в суре Алян Ам кровь обусловлена. Упомянута условие. А это какое? То, что она должна быть мосфух, пролитая кровь. То есть та кровь, которая льется. Та кровь, которая льется. То есть нельзя человеку взять, зарезать барана, корову, верблюда, поставить стакан и взять выпить. Или же некоторые люди говорят, допустим, моралы или оленя. Или же газель, кровь ею, лечение и так далее. Это харам. Кровь пить в любом виде. Харам мы видим. Хурим от алейкум. Всевышний Аллах сказал. Скажи, из того, что дано мне в откровении, я нахожу запрещенному употреблять пищу только мертвичину и пролитую кровь. И вот эта дамма сфух, получается, о чем нам говорит пролитая кровь, что та кровь, которая осталась в мясе после того, как скотину зарезали и кровь выпустили, она является дозволенной. То есть то, что остается в мясе. Поэтому человек, допустим, когда варит мясо, мы видим, пенка появляется. Вот эта пенка, это и есть что? Кровь. Свернутая кровь. Ее дозволено кушать бараклофикум. Понятно, да? Что касается мертвичины, то мы исключение сказали. Что касается крови, то исключение упомянули.